Я приглашаю вас на день рождения. Нет, нет, извините, не на свой. Я приглашаю вас в город Айзенах, или, как говорят в России, Эйзенах, чтобы отметить день рождения гения. 328-летие Иоганна Себастьяна Баха. Он родился 21 марта в этом маленьком городке и провел здесь свое детство. Конечно, мы не знаем, какая погода была в марте в Тюринге в конце 17 века, но нет сомнений, что в этот день, 21 марта 1685 года, на музыкальный небосклон взошло яркое и огромное солнце. Маленький городок Айзенах, расположенный в живописной земле Тюрингии, был знаменит своими музыкальными традициями. Еще в 12 веке сюда со всей Германии стекались певцы-мейстерзингеры, чтобы в величественном Вартбургском замке состязаться в своем искусстве. В Айзенахе жил великий Мартин Лютер, основатель лютеранской церкви. Он не только перевел на немецкий язык Евангелие, но и был автором нескольких десятков церковных гимнов. Здесь же, в Айзенахе, в 17 веке, поселился вместе со своей семьей потомственный музыкант Иоганн Амброзиус Бах. Этому дому 550 лет. Его приобрело Баховское общество в 1906 году, а в 1907 здесь был открыт музей. Это первый в мире и самый большой музей в честь Иоганна Себастьяна Баха. В конце марта 1685 года в семье ждали прибавления. Элизабет планировала произвести на свет восьмого ребенка. Если появится мальчик, скорее всего, он станет музыкантом, мечтали родители. Это родовое древо семьи. Почти невероятно, но эта семья дала миру около сотни музыкантов. Ну, а самый первый Бах был булочником. Он родился в Венгрии. Потом, поскольку был лютеранином, он переселился в Тюрингию и жил в городе Вехмар. Его сын Иоганн стал первым профессиональным музыкантом в семье. А вот Амброзиус Бах. Это отец Иоганна Себастьяна. Это сам Иоганн Себастьян. А это его сыновья. Первой женой Марии Барбарой у Иоганна Себастьяна было семеро детей. Двое из них стали очень известны. Карл Филипп Эммануил Бах и Фридеман Бах. Но первая жена скоропостижно умерла. И Бах спустя некоторое время женился вновь. На Анне Магдалене Вильке. У них было 13 детей. И тоже двое из них были очень знаменитые. Иоганн Кристоф Фридрих и особенно Иоганн Кристиан. Правда, он немного отдалился от семьи. Жил и работал в Милане и Лондоне. Но остальные Бахи почти все и всегда жили здесь, в Тюрингии. Теперь я хочу, чтобы вы представили, как жили горожане во времена Баха. Вот примерно в таких комнатах. Понятно, что подлинная мебель не сохранилась, но это дает представление об обстановке того времени. Вот примерно в такой спальне родился Иоганн Себастьян. Отец Иоганна Себастьяна был городским музыкантом. А дом его напоминал музыкальную школу. Его ученики потом могли неплохо заработать. Они играли на свадьбах, крестинах или на похоронах. Иоганн Себастьян тоже учился играть на скрипке у отца. А когда отец умер, с ним начал заниматься его старший брат, который учил его играть на клавишных инструментах. Ну а представление о Баргане Бах получил в церкви. А теперь тихо. Давайте прислушаемся к звукам. Так звучали улицы Изинаха в годы жизни Иоганна Себастьяна Баха. Через два дня после рождения младенца крестили в городской церкви. Церковь Святого Георгия была построена в 12 веке. Здесь венчались тюрингский ландграф Людвиг IV с принцессой Елизаветой. Именно она, Елизавета, была впоследствии причислена к лику святых. В церкви Святого Георгия исполнялись духовные гимны Мартина Лютера. Великий реформатор церковной службы, он сделал Слово Божие доступным простым людям, когда перевел латинский текст Писания на немецкий язык. Лютер был и автором музыки для церкви. Многие из его псалмов стали основой для сочинений Иоганна Себастьяна Баха. Сейчас мы входим в церковь, где его крестили. Вот памятник. Он создан в 1939 году и выглядит довольно сурово. Итак, в церкви Святого Георгия 23 марта 1685 года был крещён Иоганн Себастьян Бах. По этому проходу наврождённого Иоганна Себастьяна несли к купели. Представьте, ему было всего два дня от роду, когда он впервые мог услышать музыку. В церковном хоре пели многие из детей семьи Бахов, и его дядя служил здесь органистом. Это была традиция. Если кто-то из Бахов-органистов умирал, то на его место приходил новый Бах. И так продолжалось более 132 лет. Впрочем, здесь служили и другие органисты, например, Телеман, который был и придворным капельмистером в Эйзенахе. Вообще, в те времена Эйзенах был одним из музыкальных центров Европы. Нет другого композитора, который бы так мощно, так многогранно и искусно отразил бы идеи лютеранства в своих сочинениях. Несомненно, Бах был лютераненом. В некоторых его произведениях можно увидеть своего рода посвящение. Три буквы. С, Д, Г. Соли Деу Глория. То есть, одному Богу слава. Страсти, оратории, кантаты. Все это он писал для богослужений, для прославления Бога. Каким был Бах в жизни, подробности никому неизвестны. Сам он никогда не вел дневника, хотя и описал очень кратко свою родословную в одном из писем. Еще при жизни Баха была опубликована его первая биография, и тоже очень краткая. Так что Баховедам приходится опираться прежде всего на исследование Иоганна Николауса Форкеля от 1802 года. К примеру, он описывает историю, как Бах в детстве однажды тайком встал ночью, залез в нотный шкаф своего брата и переписал ноты при лунном свете, будто бы сам Бах рассказывал об этом. В 1692 году Бах пошел учиться в гимназию Доминиканского монастыря. Известно, что он часто отсутствовал на уроках, но неизвестно почему. Может быть, помогал родителям, а может быть, болел. А в 1695 году ему пришлось уйти из гимназии, потому что к этому времени он остался сиротой. Баху помогал изучать музыку его старший брат. Он знакомил его с музыкальными произведениями Италии и Франции. Все это потом нашло отражение в сочинениях Баха. А позже, когда он побывал на севере Германии, он услышал в исполнении придворной капеллы французскую танцевальную музыку. Бах воплотил ее в самом высоком стиле в своих французских сюитах. Иоганн Себастьян Бах покинул Эйзенах, когда ему было всего 10 лет. Однако, переезжая из города в город, границ с Германией он не покидал никогда. Жизнь гения стала опровержением мысли о том, что художник нуждается в смене впечатлений, и что путешествия являются необходимым источником вдохновения для артиста. Бах всегда отправлялся туда, где требовался хороший органист, чтобы заработать на содержание огромной семьи. Напряженный труд был способом его существования. О том, каким был Иоганн Себастьян Бах в жизни, лучше всего нам говорят его сочинения. Он ведь создавал музыку не только во славу Всевышнего, но и для бытовых целей. Инвенции, к примеру, он писал для своих детей, как учебный материал. Нотной тетрадь Анны Магдалены Бах для своей жены. Бах писал музыку и для развлечения. Послушайте его крестьянскую кантату или кофейную кантату, и вы сразу поймете, что это был человек с большим чувством юмора. Это один из наших самых ценных экспонатов. Этот кубок действительно принадлежал Баху. Таких подлинных вещей почти не сохранилось. Есть предположение, что этот кубок ему подарил польско-саксонский курфюрст, когда в 1736 году Бах был назначен придворным композитором. Видите гравировку? Здесь не только текст, но и музыкальная фраза. Сохранились лишь несколько прижизненных портретов Иоганна Себастьяна Баха, созданных его современниками. С той поры уже почти три столетия художники и скульпторы, музыканты и биографы пытаются воссоздать внешний мир.